такие реалии больше сейчас таковы реалии мы стремимся к этому чтобы зарабатывать больше как раз для этого и создана расскажите как вы видите с болельщиками объявили что квота будет 5 процентов гостевых как вы вообще видите дальнейшем ну да мне кажется правильное решение правильное решение потому что все равно болельщики приезжают и выжили рассаживаться они неконтролируемые команды гостей получать штрафы потом команды гостей за то что там как они там ведут себя несоответственно поэтому сделали лимит вот этот на если вы должен то есть открыть сейчас кто-то был против и как они это объясняют против не были обсуждение было горячий просто там были 10 процентов 5 процентов в принципе все сошлись на том что нужно открыть если выложить опять процент уже меньше на чем вы знаете как 5 процентов от разрешенного количества но знать как если будет 10 про но условный к там спартак или какие-то большие команды где много болельщиков ездит на выезд а у нас есть как бы такой корпоративный договоренность что можно увеличивать вот уточняющий вопрос такого то следующего да да со следующего конечно да сейчас сюда если коронавирус ну честно говоря нет потому что не от нас зависит какой смысл все в надежде что все будет хорошо надеемся всяк случай статурочка по стратегии развития что скажите обсуждалась ли она и кто очень возглавил и чего хотят стратег развития стратегии развития лиги до на 5 лет вперед но и и честно говоря решили доработать там решение какие не приняли то есть опять таки вопросу было там много по стратегии развития решили сначала обсудить в режиме видеоконференции все клубы а потом уже какое-то взвешенное решение на принимать потому что все таки решение такое серьезно вот . пока даже нет первичного документа что обсуждать документы были но там много было вопросов по этим документам они все были предоставлены там посмотрели ну там вопросов было настолько много что решили как бы отложить и обсудить это все сначала прежде чем опять собираться и что-то один вопрос по спартаку указал что вчера рубин был даже сильнее большую часть матча так считаете ну счет на табло другой один удар створ ворот проиграли 02 ну команд хороший спартака мне команду очень понравилось мы тоже играли достойно мне сейчас нравится что мы играем у нас и команда молодая играем не оброняемся вот это мне нравится то есть я думаю если такие игру у нас у нас будет чемпионате больше таких игр я думаю интерес проснется у нас отказания лично ощущаю что люди пошли как есть отзывы что мы играем другой футбол и люди совершенно по-другому я же все время как на трибуна я прямо это ощущаю что какой-то нерв появился и болельщики ходят и уж совершенно по-кругому заряженную то есть да жалко что проиграли это футбол же вот эти вопросы вообще отсутствуются на лиге чтобы играть в более зрелищный футбол чтобы не было такого что голы нервы и не главное обсуждали должны рфс это дюкову было предложение да давайте что-то делать может быть давайте как бы там даже запретим играть просто от обороны ну там как бы много было возражение и прочее там мы сами долгое время играли от обороны правда у нас тоже свои какие-то объяснения были там я сам там тоже объяснял как сам себе и вообще всем но сейчас я вижу вот мы играем с командой условно все понимали что спартак там плохо играет по из сона мы могли просто обороняться да но в этом плане для антикты шмела там импонирует его подход такой он просто ни при каких условиях вообще не согласен играть там допустим к оборонить ли чисто футбол вообще просто вообще никак играть в атаку ну как бы мне вот импонирует и мне нравится что происходит то есть мы теперь выходим там много говоря с командами играть там не с верхней пятерки там она условно где-то середина там и вторая восьмерка ну мы совсем другой футбол играем уже совершенно то есть мне кажется конечно в этом есть какая-то соль что тальца валечь говорил как я конечно не знаю как это сделать но вообще может это как-то публика должна что ли до требовать мне кажется в основном вот может быть таким путем это правильный путь потому что мы там резвовались леник американских на футбол больше забивает он больше и зарабатывает вот мы кстати тоже забиваем много да ведь сейчас интересно макаши пропускает а молодая команда там но и мы забиваем но тоже и как бы это таков мне кажется знать как но по итогу по итогу интерес к футболу просыпается то есть мы же ну обороняясь ну теряем много потому что выходит играть команды участки в еврокопах наши там лидеры да они привыкли все время то в позиционной атаки они не представляют как против них никто не атакует они уже играют но привыкли что вот так подошли к штрафной а оказывается нужно еще и назад бежать потому что кто-то атакующий у нас мне кажется все проблемы двое там в этом сейчас если мы как-то будем играть более открыто а самое главное вот я сейчас просто на своем опыте уже я же давно же тоже в команде играешь атакующий футбол а шансов не уменьшается у тебя не уменьшается не только можно сидеть в обороне там и какого-то результата добиться так ведь можно еще же играть не скучный футбол атакующий а по результату хуже вам не становится я просто сейчас для меня парадоксально а в принципе как-то удивительно просто мы играем против там ведущий команды и не закрываемся все это интересно поэтому думаю не знаю наверно так и будет скоро наверное я надеюсь 8 история договора с компанией нильсон спорт рассматривала сегодня рассматривался но решили ее отложить потому что тоже неоднозначно решили то ну потому что есть несколько других еще там как бы кандидатов решили тоже всех рассмотреть вообще рассматривали да но решили она была предложена эта компания но решили пока не принимать решение по ней решили еще несколько матруки компания замалить по усталу не будут никаких нареканий все река не нет все бы там все просто было служа все же согласовано было да я просто собрались там озвучили все вот эти изменения и просто все сразу буквально занял три минуты у нас честно говоря я очень хотел бы но честно говоря сомневаюсь но всегда же хочется все это лучше правда что она работает все время конечно в этом направлении ну как и все впрочем все же есть что вопросы заявок же там хорошо у нас вот сейчас иностранцы тоже молодые они там списка б там про будет некоторые еще потом мы проходим проходим по заявке проходим так что если будет какой-то интересный вариант и не исключаю что у нас тут появится я очень там хотел места еще есть есть да мы можем заявку что тоже у нас есть вы не обсуждали сегодня вообще по лимит на легионеров наши были такие были такие разговоры о том что у меня нет не было то есть я в этом плане сторонник как бы ну без каких-то изменим мы не можем каждый год что-то менять то есть я был сторонник оставить прежний лимит когда мы голосовали то есть я этом этом я росов мы там все выступали за то что поставить тоже мы не понимали какие что это это какие улучшения на какие плюсы от того что мы сделаны это лимит но там наставили большие клубы ему очень принять решение а теперь живут ну большие клубы же и говоря давайте мы что-то неправильное решение предъявший давайте посмотрим может она современно не очень сильно и проект перед этим голосовали наверное можно это вообще и предложение был как эта идея такая не за ее так не понял честно говоря но сейчас мы под это же уже тоже как-то планируем нельзя все время менять мы же как живем в какой-то такой же 10 мы же планируем избавились ну конечно как мы же все он только мы хотим же что-то делать а теперь вдруг сейчас опять что-то возвращаешь мне тоже неправильно а потом может совершенно неожиданно как бы это что-то и мы с этого как бы какие-то плюсы то увидим которые для нас незаметны у меня сейчас сразу менять и мне кажется неправильно надо сейчас какое-то время в этом лимите поиграть потом проанализирует посмотреть что есть правильно раз уж мы его приняли так ведь так же нельзя метаться после потом уже уже принять решение последние несколько месяцев и в том числе после коронавируса очень много разговоров о том что прятки может уйти то что клуба его не все поддерживают вот какая не но это опять вот это как мне кажется рабочие моменты какие-то там постоянно здесь вот чем футбола тонны дорог там же эмоции бушует у всех правда на эмоции все там начинают вот и я думаю что этого следствия вот этого а так в принципе мы же только его избрали то есть его позиции по-прежнему крепкий на мой взгляд а ну то есть стратегию следующую на ближайшие пять лет что он будет реализовать он же у нас президент но в уставе то есть такая возможность сохранена о том чтобы соберутся перебирают как он наверное есть ну и я и не всякой жизни может зайти наверно настоящий момент нет все мы тоже не значит он дальше будет пронжи что писать что у вас и гнатьев происходит ну ждем надеемся качество есть на тренировках шикарно выглядят может он не везет и мы же даже не знаю чем причин но вот когда он от к нам пришел может быть я я я даже вот не понимаю что он когда пришел к нам вот в команду и на первом сборе были у кого у нас много вались и у меня так на памяти много было футболистов у не таки качество взрывной бежит он вот такие у них у него много таких как бы качестве гротских я думаю ну да очень удачный прикуп и вот что-то никак не воплотиться в результат мы так ждем я надеюсь что все будет нормально молодой молодые же они уже подвержены вот этому туда-сюда вот этим каким-то там перепадом надеюсь очень что все будет хорошо я уверен он и с ударами бежит и все время за спину очень открывается у нас начало не было может быть человека который мог бы это ему дать сейчас у нас есть там группа игроков там и шатов может дать имбом могут они могут там и уехать . серединке там ему могут дать а он все время бежит хорошо очень хорошо открывается по инстату там у него открывание там рыбковую работу очень много всегда он один из лидеров я думаю что это воплотит сейчас результат какой-то обсуждается момент час в обществе о том чтобы пример лигу надо не расширять а подсократить вы из-за это или против ну то есть очевидно химки и ротом не тянут что делать ну честно говоря не знаю может быть может быть не знаю не готов сразу ответить не задумывался честно говоря здесь как надо обдумать извешено ну то есть представителям этим клубом на на собрание задаются вопросы куда вы вообще пришли и что у вас с точки зрения коронавируса с точки зрения бюджета у 4 тренер меняется за сколько меньше чем за год но мы говорили об этом когда в прошлом году покидал премьер-лигу клуб из самары то есть мы как раз говорили что но клуб ну зачем условно там силом тащить химки правильно же финансирование было не подтверждено до последнего что все это обсуждали не было игроков ясно что нужно команду будет собирать опять-таки бюджет какой-то формировать а здесь готовая команда может было же ну как бы мы предлагали тоже так сделать оставить вот такую команду с хорошим стадионом а сейчас какой смысл говорит сейчас уже все мы же сыграем уже чё сейчас обижать коллега для чего но в этой стратегии развития нет вообще разговора о том чтобы по формату лиги как 18 16 мнение первичных хотя бы документ не было него на прошлой неделе была встреча с что там хочет рианцем какой был основной и посыл то есть что хотел от клубов поддержки его ничего не хотела вам поддержку имеет от всех клубов то есть моим словам все верим доверяем просто рабочие моменты были много обсуждали потому что много было там претензий высказывать еще чего-то это такой вот открытый разговор был очень что же нужно сделать для того чтобы поменять ситуацию к лучшему то есть потому что может открыть там какие-то переговоры вар может еще что-то ну то есть очень много каких-то моментов это там очень много что обсуждали и так открыто и откровенно и мы договорились что встречаться почаще там через пять-шесть туров встречаться и обсуждать там все верю что но я и вижу что улучшается вообще на самом деле конечно не без ошибок но в принципе в целом я вот вижу что ситуация она менять лучше судейство точно менять это чтобы лучше вы удовлетворены реакцией на возмущение леонида вича после после одного из матча да еще как можете компетировать но на самом деле конечно он на себя там скажем так какие-то риски взял высказывать но мне кажется высказал наше общее мнение на тот момент мне кажется было очень правильно то есть и по желтому он очень много правильно сказал и если так вот посмотреть то в принципе но это все работает вот сейчас все что он там говорит мне вообще он нравится он очень так легко и свободно и правильно изъясняется то есть он говорит всегда доступно то что он хочет сказать и он не говорит какие там не додумаешь сам а он очень четко изъясняет то что он хочет как бы донести я думаю что это но всем там сообщества футбольным был услышан но кто-то все равно должен на себя взять там и сказать потому что у нас такой момент был что мы даже и судейство не могли обсуждать еще что-то но вот он как бы вот это все сказал но это мне кажется лучше поэтому я в принципе конечно удовлетворен со стороны к 14 была просьба чтобы такого больше не повторялась в таком виде в таком объеме то есть как это делал суски как это делал фидун как это делал мурзагулов но это по умолчанию уже это даже мне кажется все как бы скажем так всегда же нужно меру что-ли знать да ну сказали один раз что снимаемся до этого заимелых действий но сейчас уже когда сказали только эту же ну обратно же эффект правильную город но снимаешься и снимает ада пуфу правил то же самое то есть здесь уже как мне кажется все должны на какое чувство так то что должно быть лишнего не надо про это уже говорить понятно это сказали это обсуждается это донесли до руководства рфс там и рпл и судейского департамента все это все обсуждали но в принципе он все понимает вот к 14 в этом плане очень так обменяемый человек то есть он диск ну грубо говоря но написаны какие-то там нормы и правила но они же для нас для того чтобы улучшить работу правда же но чего там не надо тупо иногда следует там если это наоборот помогает где-то что-то может изменить вот эти нормы если в общем дело помогает то наверно надо так и поступать на мой взгляд он так это тоже очень хорошо понимает то есть по умолчанию мы все принимаем и понимаем там не не было каких-то там ультимативных допустим каких-то требований что давайте прекратим это или еще что то мне не было нормальный разговор у нас вообще сейчас так как бы рпл ну мне кажется коллектив единомышленных руководителей клубов такой давно такого не было если было вообще такое то есть все хотят именно реально улучшить это там не будет как группировок еще там большие клуба маленькие сейчас вот села единый такой у нас коллектив к об руководителе все работать над тем чтобы сделать продукт такой мы все заинтересованы в этом поэтому как бы легко там все решение принимать так удовлетворение есть вот сегодня опять были все единомышленники то есть вот это в этом плане очень здорово не все мнение на то есть клубов не переживал за сбор битро яськова который судить не будет или все понимают что произошло ну честно говоря чуть не задавался лично и у жалко конечно и с ним не знаком хорошо давно работал но честно говоря не знаем это не обсуждали не обсуждали не могу сказать но мне кажется правильное решение тоже вот было предложено судейским департаментом то что сейчас встречаешь страна там допустим сейчас судей не будет мы же принимали правильно же команды принимали хозяева принимали там суде размещали там да а сейчас вот будет как бы они сами рфс департамента они будут самих размещать проще то есть они будут разделены мне кажется еще больше денег потребует не намного потому что мы все равно же мы же все тратим и за наши все равно за наши деньги были мы там просто какой-то там протокольный ужин там еще что-то все равно же эти все те же самые деньги то есть по большому счету там ничего там не увеличится в этом плане затраты на прием он мне кажется это более правильно это правильно вообще по сути но мы там многие выступали с этим что давайте уже как бы ограничим что-то отдельно они должны правильно же зачем ничего там не возникало никаких ни у кого там сомнений каких-то чтобы не тот ничего там не высказывал такие большие плюсы там там много предложений по мне кажется они правильно и вы челоса заран все время говорит о том когда критикуют детектор лжи предложите что-то еще другой какой-то метод но он просто пришел же из бизнеса из таких структур которые связаны были с бюджетом там с какими государственными там делами каким секретами там какими государственными там и прочее поэтому для него это казалось что но в принципе он не ожидал а он не публичный личность то есть он думал на что особенно и а тут вдруг такой резонанс и все получило правильно и поэтому вроде как он он сам оказался не готов то есть даже к этому так что вот это все будет так выглядеть я в принципе еще особенного но считал что это но обычно корпоративный как бы там практика нет при сверху особенно ну я я не понимаю лично детектор лжи ну и что я готов против детектора что особенно суде пугается просто хочу пугаться-то ночью особенного так но и а там же самый главный по результатам нет же какие решения что ли каких принимать еще же не принимать коврю или но она я думаю что не только поэтому вам не кажется то что надо я думаю не это основная причина я думал что какие-то еще есть там момент полностью вот этот клубок размотать с тиском то есть если уже сказали а то и до конца докручивать эту историю они просто его отстранять временно я щас и говоря не знаю там причину по которым вы там отстранили что там это но я знаю что надеюсь я думаю не надеюсь а думаю что наверное не потому что там что-то на детекторе что какие-то были момент не могу сказать я подробности же не знаю их же нигде живут там нет не озвучивал никто мне не лично никто об этом не говорил я поэтому не знаю что может он сам решил прикрепить ну не могу сказать здесь ничего прокомментировать по человечками и жалко человек долго время как был все я международной квалификации я поэтому вот как бы сторонник чего бы мы когда выступали тоже это много там обсуждали как раз вот были в рфс когда собрание вот тут только недавно мы как раз и говорит ну давайте сделаем открытым обсуждение то есть но не так чтобы это и же не закрыли же ну грубо говоря же не орден иезуитов правильно сакральных каких-то там секретов там же никаких нет ну что ну да ошибся не ошибся одно же нарушение нарушений нет все время вот какие-то сложности там чего-то нет вы не понимаете это да не надо нам ничего мы все понимаем мы футболе уже там по 20 лет все мы все все понимаем и слухи как раз про это говорит вы просто открыто скажите что ну вот эта рука это не рука это сильный как бы толчок не сильные да на ваш взгляд но ведь ничего же особенного нет это в целом но какие-то вот конспирологические идеи они там уменьшает сразу там геометрической прогрессии а все начинает сразу чего-то додумывать правда же вот я поэтому тоже все время говорю ну и вот есть коф тоже но озвучите что-то скажите тогда правильно давайте какие-то там переговоры варну почему вы вот например там американский футбол еще там везде же останавливать прям говорят объясняет правда же как таки тоже все это же происходит почему вы тоже но не озвучено шо какие проблемы то вот но сейчас взяли вот это британцы вида пригласили как консультации человек который писал как раз ставить эти все и правила там и протоколы вар там и все то есть но и я так думаю что но мы очень надеемся все об этом тоже все говорили что мы же только начали пользоваться весь мир как бы да там сейчас вот этими системы вар там конечно там написано многое не предусмотрено сейчас нас много вопросов а грубо говоря там господин калошин там он буквально прям каждую строчку и и и и строго соблюдает как вот все там протоколы вар но может быть не надо было бояться правда там за свою там грубо говоря там кресло нужно было сказать а вот здесь вот можно и вот так решить так и ничего бы не было я вас уверяю не никто бы никого не убрал еще никакой лицензии не решил там но и наш сообщество просто там футбольный заступилась бы просто даже за него и все равно этот вопрос решен а люди ну просто следует какой-то букве там прописанной и в итоге получать вот эти все скандалы то есть мы вот поэтому ну зато но надеемся вернее на то что вот сейчас пришел британец мы сейчас как-то проще все это он же рядом мы можем просто сказать а я так понимаю что у нас люди тоже боятся они зависит что ли как будто европа там такие же люди они надо просто понять мне кажется на мой взгляд то что мы же одно дело делами они и мы просто пытаемся как то вот сейчас вот все таки систему вар улучшить для того чтобы как бы нам помогло для игры в целом для нашей это помогло он сейчас приехал я думаю что мы сейчас быстро напрямую будем какие-то наши это все мы так надеемся что мы будем какие-то изменения там ну и сейчас же видно же да сейчас же уже нет там явно и не явно ошибка можно нельзя сейчас по любому поводу мол ничего страшного нет правда же и никого же не лиц или за не решили же лицензии ну вот то есть вот здесь и потом надо к носку и он тоже готов к этому и вот как раз у 14 тоже говорил что этот британец он говорит что он готов к тому чтобы переписывать рассматривать этот вариант улучшать вот этот протокол он открыт ну такие надо было давно это делать ясно было что он открыт но просто у всех же понимание что мы же не тоже не хочет там грубо говоря там взять там перечертить или изменить правила футбола да это же мы же в рамках вот этого нашего же всех правил хотим просто улучшить помочь суде а у нас получилось что вар система была для помощи и возможности избежать судейских ошибок а получилось наоборот у нас правильно же то есть есть ошибка они его не рассматривают то есть получается что ну наоборот прикрывают они объясняют что а вот явно и не явно он не мог или мог ну как ну все видят но ты же видишь сидишь на экран смотрят как ты можешь не сказать что это явно же вот но я думаю что вот это все потихонечку сейчас наладится и будет лучше я чет много вам уже что-то говорил спасибо